Сегодня в выпуске. К Вале Карнавал подкатывают иностранцы в Дубае. С кем её сравнивают? Инстасамка и манекен на грани драки на отдыхе. Сашу Стоуна пошатнул хейт из-за выжить в Дубае. Сколько Роналду заработал на ютубе, а Маха Горячева и Лёша Свик впервые поцеловались на камеру. И погнали! Ровно неделю назад состоялась повторная свадьба кукаяк, и до сих пор оттуда появляются интересные кадры. Так глава семейства Денис поделился роликом во время совместной фотки с Леной и Василисой. Дочка в своей манере начала корчить лицо, что осталось на памятной плёнке фотографа. Родители посчитали это забавным, но вот аудитория восприняла подобное поведение перебором и невоспитанностью. Что нужно иметь какие-то границы, когда необходимо убирать ребячество в сторону и побыть немного серьёзной. И в целом проводили сравнение с тем, о чём говорила инстасамка в подкасте Джарахова. Что у ребёнка из-за блогерства с раннего возраста могут впоследствии проявляться отклонения в виде гиперактивности при появлении объектива. Укаяки же в этом проблемы никакой не видят, тем более подобные случаи единичны. Да и в целом, если ей нравится быть такой, пусть остаётся, не всегда стоит подгонять себя под рамки общества. А вот Стоун впервые признался, что сильно переживал после премьеры реалити «Выжить в Дубае». Как вы знаете, их там в компании с Надей Сысоевой, Джиганом и Оксаной Самойловой признали главными токсиками и вообще самыми ужасными людьми на планете. Саша до последнего не смотрел ни одну серию, кроме первой, и в итоге, увидев монтаж, понял, с чем связана реакция зрителей. Самое же обидное для него, что много моментов за кадром не показали, и поэтому картинка на экранах сильно исказилась с ней в его сторону. Первый раз, наверное, так столкнулся, что я не хотел даже на улицу выходить. Серьёзно? Каким были мысли о том, что тебя ненавидит каждый человек на Земле, просто каждый абсолютно? У меня такое было. И ты понимаешь, ну ты смотришь монтаж, и ты понимаешь, ну реально, за что тебя хейтят. И ты понимаешь, что там очень много людей не видят за кадром. Очень много фактов, которые, ну, играли вот на тебя в тот момент, а ты не можешь это людям объяснить. Ну и думаешь, да и ладно. Милана Старо разрывает рекомендации тиктока новым роликом со своей мамой. Они засняли обыкновенный липсинг с абсолютно несложными движениями. Но почему-то именно этот видос собрал больше 14 миллионов просмотров и почти 2 миллиона лайков. Родственницы получили кучу комплиментов внешности от иностранцев. А вот русскоязычные ребята провели сравнение с сериалом «Универ», где снимается отец Миланы и бывший муж Ирины Виталий Гагунский. Мать посчитали очень похожей на Аню Хелькевич, поэтому не обошлось без творческих домосов, что Кузя в итоге остался с Машей и у них родилась дочка. Вряд ли Милане нравится читать подобные мысли, с отцом отношения до сих пор напряжные. Они давно перестали видеться вживую и даже не списываются. Лёша с Викжи старается сейчас использовать свой роман с Махой Горячевой ради продвижения новой музыки. Они и до этого не особо уже скрывали, что состоят в отношениях, а тут мы вовсе увидели их первый поцелуй на камеру. В новом снибито есть кадр, где они целуются прямо в губы и 100% его туда вставили не случайно. Подобные моменты всегда привлекают внимание, на что и был расчёт. Из-за этого у подписчиков до сих пор остаются подозрения, что вместе они ради пиара и такой расклад выгоден обоим. Поэтому вряд ли это будет долгая история, хайп закончится и они тут же разбегутся. Криштиану Роналду, который совсем недавно создал свой ютуб канал, перешёл отметку уже в 53 миллиона подписчиков. Для этого ему потребовалось чуть больше недели и завёл он эту всю историю явно не только для развлечения. По сути, очередной его бизнес-проект, который озолотит титулованного футболиста на сотни миллионов. Авторитетные испанское издание Марка решили подсчитать, сколько удалось заработать на данный момент. Как минимум, монетизация уже включена, которая приносит свою копеечку. А также было заключено несколько рекламных контрактов с мировыми брендами. По оценкам экспертов, общая сумма доходов Криштиану с ютуба может составлять порядка 100 миллионов долларов. Поэтому показатели он раз в пять обгоняет даже мистера Биста, хоть и аудитория у Джимми гораздо больше. Дима Масленьков снимет продолжение своей недавно появившейся рубрики «Мафия в реальной жизни». Проект очень хорошо зашёл зрителям, оба выпуска набрали приличные просмотры, но на этом должна была быть поставлена точка. Но тут фанаты импровизаторов видят пост от своего любимчика Арсения Попова, что тот снимается в каком-то итальянском фильме, где ему нужно придумать самому себе имя и историю. Пошли теории, что это намёк, что он снимается в ролике у Димы, о чём я сделал пост у себя в телеге. Масленьков данную новость заметил и поспешил, к сожалению, опровергнуть, съёмок никаких не было. Но он почитал комментарии и увидел, насколько все ждут третью часть, поэтому пообещал, что они обязательно займутся этим в ближайшее время и пригласят Арса. Правда, тематика с декорациями будут уже другие, чтобы немного освежить формат различными фишками. Так, вы спрашиваете, будет ещё «Мафия» или нет, сейчас я вам отвечу. Вот они, вот они стоят, красавцы, сейчас будем их полностью переделывать, потому что стилистика у новой «Мафии» будет другая. Инстасамка не остаётся без хейта в свою сторону даже на отдыхе. Ей почему-то захотелось выложить несколько кадров не просто в купальнике, а крупным планом показать свою пятую точку. Из-за того, что у неё там импланты, форма для обывателя выглядит, мягко говоря, странной. Кто-то посчитал это антирекламой пластической хирургии, другие посчитали её вид слишком страшным, как будто опухоль, и всё это ещё не сочетающееся с ногами. Но я думаю, Даша ждала как раз такой реакции и выложила «С» как раз для лишней порции обсуждений. В целом же они с Олегом привыкли к негативу в свою сторону, что показала ситуация с местными жителями в Туапсе. Информация об их приезде разъетелась по местным пабликам, поэтому возле отеля начала собираться толпа подростков. Они оказались далеко не фанатами и при выходе ребят начали покрывать их тотальным матом, а также орать требования убраться из города, ведь там им не рады. Олег что-то начал говорить в ответ, ситуация накалялась, но до драки, к счастью, не дошло. Сыграла какая-никакая выдержка ребят и возможность быстро уехать. Рукоприкладство точно бы ничего не решило, да и негатив, по сути, был без причины. С обильным вниманием за границей столкнулась и Валя Карнавал. После многочисленных операций её фигура и внешность стала приближенной к идеальной картинке, что уже вообще не выглядит как натуральной. На это обратили внимание в Дубае не только парни, но и девушки, которые подходили и говорили ей комплимент фразой «You look like a doll», что переводится с английского как «Ты выглядишь как кукла». Guys, прямое включение. Почему на бассейне ко мне подходят все женщины и мужчины и говорят одну фразу «You look like a doll». Я не знаю, кто такой doll, my English very bad, я Валя. I'm not a doll, я Валя. Кто-то её ещё тайком снимал в бассейне. Вот этот ролик по заверениям блогершей ей перекинули по аирдропу какие-то незнакомцы. Валю, кстати, ещё успели из-за того кружочка высмеять, что она не знает такую простую фразу на английском и не могла её даже загуглить. Но после она пояснила, что это был лишь рофл, никакой серьёзности карнавал в свою речь не вкладывала. Ну, знаете, doll, наверное, не звучит из их уст как что-то обидное, типа как надругательство какое-то, как оскорбление. Наоборот, сегодня все девушки ко мне подходили и говорили «Никогда не крася, вот всё, что есть на твоём лице, а точнее у меня сегодня ничего не было, оставь так, как есть». Приятно на самом деле слышать комплименты от девушек, давно такого не было в моей жизни. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя, как всегда, завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok